Проблема очень многих из вас заключается в том, что вы не обладаете достаточным количеством теоретической базы. И в чем эта проблема? Когда человек не обладает достаточным количеством теоретической базы, у него возникает проблема следующего характера. Он не понимает, что правильно или неправильно он делает. Вот это основная проблема, которая по сути дела вас всех будет преследовать. То есть вы не будете понимать, вы не будете понимать, почему вы сделали что-то правильно или неправильно. Например, вот давайте я вам приведу несколько примеров и мы плавно перейдем к раскрытию самой темы. Первый вопрос. Вот представьте себе, есть такое у нас понятие как АТР. Это Average True Range. Давайте я сейчас покажу на экране и объясню, например, одну из ошибок. Вот когда вы делаете сделки, когда вы делаете сделки, то основные проблемы, которые у вас возникают, это, как я уже сказал, очень слабая матчасть. Представьте себе, что инструмент сделал какое-то такое движение, где-то здесь уровень. Вы пытаетесь, например, там сделали вот сделку здесь, получили там, например, свой убыток. Если у вас нету теоретической составляющей, теоретической базы, вы никогда не ответите вопрос, что так или не так пошло. Что, по сути дела, может пойти не так. Первое. Например, купили или продали далеко от уровня. К чему ведет эта проблема? Когда вы покупаете или продаете далеко от уровня, вы получаете, так называемую, ненужную или плохую волатильность. Что это значит? Чем дальше инструмент от уровня, тем больше будет стоп, потому что вы находитесь в пределах большой волатильности. То есть, если вы далеко зашли от уровня, первая проблема, это повышенный стоп. Это уже плохо. Второе. Вы не учли, сколько инструмент прошел от открытия до текущей цены по АТР. Вы не учли, что это значит. Если инструмент прошел, например, 80 процентов, даже 70 процентов инструментов, элементарно не остается энергии. Третий параметр, например, очень важный. Вы не сделали домашку, торгуете с открытия. Акция, например, была здесь, открывается там с каким-то кепом. Вы не понимаете, что, какие новости. Вы увидели эту новость на Финвизе. Вы увидели, что акция открылась на плюс 300 процентов. И вы начинаете, по сути дела, мельтешить, потому что вы не понимаете, что произошло с данным инструментом. И таких проблем, к сожалению, у вас может быть очень много. Поэтому, если вы не будете иметь матчасть, так, не будете понимать, например, ту же пятиминутку, как устроена пятиминутка, или как устроен часовит, или что нужно искать на часовите, что нужно искать на пятиминутке. Если вы не можете понимать, что такое там короткий таймфрейм, для чего он нужен, у вас будут очень большие проблемы. Дайте я вам приведу, вот смотрите. Сейчас мы с вами устроим такой маленький диалог. Представьте себе, что инструмент, эта дневка идет на больших паранормальных парах. А короткий таймфрейм у нас вот такой. Эта картинка первая. Эта картинка вторая. Вам вопрос. В данной ситуации, как вы думаете, какая картинка прибудет более важной? То есть, вот эта картинка, которая ведет, скорее всего, к ЛП, то есть, к развороту, или вот эта картинка, которая ведет к пробою. Это у нас гневка, а это у нас пятиминутка. Смотрите, все, кто ответил два, все абсолютно правы. В одной простой причине. Почему? Когда мы видим на коротком таймфрейме, вот здесь, когда мы видим на коротком таймфрейме, что инструмент показывает, что он идет и консолидирует позицию, то есть, он набирает позу, то в данной ситуации вторая картинка, то есть, короткий таймфрейм, она будет важнее. Почему? Потому что на втором, на второй картинке нету затухания волатильности. То есть, инструмент показывает, что он продолжает дальше идти. Поэтому вот эта картинка будет гораздо важна. Теперь давайте вот элементарно посмотрим, внимательно, вот некоторые люди пишут, после пересекают линию пробоя, заходим в сел. Это полный абсурд. То, что вы написали, это вообще бредядина. Абсолютно не обижается. Итак, давайте посмотрим вместе с вами Tesla. Итак, смотрите внимательно. Вот если вы посмотрите, то Tesla в последние дни, я, кто видел, я рекомендовал Tesla в покупке выше 760. Видите, почему? 760. У Tesla был очень важный уровень. Вот откуда он пошел. Видите, мы один раз откатились, второй раз откатились, третий раз пошли на пробой. И Tesla стояла на листе по 760 долларов. Смотрите, что происходит дальше. Tesla вырывает в район 800 и, видите, начинает копить. Это показывает картинка о том, что в инструменте появился какой-то очень крупный игрок. который копит. Который копит очень важная позиция. Это накопление. И посмотрите внимательно, что начинается с Tesla. Видите, она начинает идти вот такими маленькими барами. Несколько дней она, по сути дела, копит. То есть, маленькая волатильность помогает крупному игроку не разогнать инструмент для дальнейшего хода. Почему? В большой волатильности инструменты не дадут, не дадут зайти хорошо. Поэтому, для крупного игрока пониженная волатильность это очень хорошо. Вот вопрос. Добрый день. Торгую по своей ТС. С учетом ваших сигналов. Про каналины почему-то больше стопов, чем прибыли. Можете пояснить, например, ваши сигналы. Это один вопрос. Значит, вы не умеете торговать. Сигналов дается очень много, что человек мог выбрать. Я не знаю, какая у вас торговая система. То, что мы даем в Про канале, это импульсная торговля. Вот это очень важный фактор. Надо понимать, что импульсная торговля, она торгуется только с одними видами торговли. Я не знаю, какая у вас торговая система. Поэтому сегодня буду показывать картинки. Итак, смотрите внимательно. У нас Тесла. А теперь посмотрите внимательно пятиминутку. Посмотрите. На пятиминутке никакого даже пока нету намека на то, что Тесла будет идти вниз. Смотрите внимательно. Движение вверх. Постояли. Движение вверх. Очень хорошая консолидация. Видите, не откатываемся. Движение вверх. Постояли. Движение вверх. Постояли. Вот эта картинка до упора, до конца дня. Видите, она в конце дня вообще пошла на 850. Эта картинка показывает одно, что в акции нету на текущий момент продавца. Учитывая даже, что был большой паранормальный бар. Вот это то, что я вам объяснил. Запомните один очень важный фактор. Если вы не можете понять картинку на картинке, то вы не сможете торговать. То есть, если вы смотрите картинку и не понимаете, что здесь нарисовано, вы ничего не сможете абсолютно сделать. То есть, видите, то, что я вам показал сначала нарисовав. Вы увидели большой паранормальный бар. Потом заходите сюда в разрез. Это называется в разрезе. И начинаете смотреть, что инструмент целый день шел. Его никто вообще не продавал. Смотрите. Движение. Постояли. Движение. Постояли. Движение. Постояли. И дальше вот так вот под конец дня в инструменте было очень сильное движение. Поэтому вы должны понимать одну вещь. Что если инструмент не откатывается, значит в инструменте элементарно нету продаж. Вот это очень и очень важный фактор. Теперь давайте поговорим о том, как торговать интродэй. Итак, смотрите внимательно. Основной фактор, основной фактор ваших проблем. Давайте откроем форекс. Основной фактор ваших проблем заключается в том, что вы практически мало кто из вас. Я надеюсь, что подавляющее большинство все-таки будет делать. Но мне кажется, что в первую очередь вы должны делать домашку. Вот это основная проблема, которая вас всех убивает. Итак, давайте сейчас поговорим вообще, как уйти от человеческого фактора. Первое. Для того, чтобы уйти от человеческого фактора, в первую очередь, что вам нужно? Вам нужно, естественно, делать домашку. Каждый день, на протяжении многих лет, видите, каждый день я делаю домашку. Не важно, это по одному инструменту, по пяти инструментам, по десяти инструментам. Факт тот, что я делаю домашку. Теперь давайте вместе с вами разберем ваши основные проблемы. Представьте себе, у вас есть, так? Давайте мы сейчас прямо по картинке пойдем и вы увидите, что такое внутренневная торговля и что самое главное должно быть на внутренней торговле. Представьте себе, что у нас есть АТА 60. Ну, слава богу, давайте, если мы торгуем евро, то по евро у нас нету больших спредов. Текущая цена, давайте возьмем круглую цифру 1.16. А вот здесь вот сейчас где-то мы болтаемся 1.15.80. Буду использовать круглую цифру. Что у нас получается? До уровня у нас получается приблизительно 20 пунктов. Так? Смотрите внимательно сюда. 60.20. У нас получается, что инструменту, чтобы пройти и подойти к уровню, к нашему безопасному. Да? Нам надо пройти третью часть АТА. То есть 30% АТА уже пройдет. Смотрите дальше. Стоп по евро приблизительно 15 пунктов. Так? То есть что у нас получается? Что у нас получается, что у нас в АТА 4 стопа. Если мы здесь уже прошли больше 2, вернее больше 1 стопа и у нас остается вот здесь вот всего 40 пунктов. Посмотрите внимательно вот эти две цифры. Это показывает, что мы даже не можем получить 3 к 1. Видите? Посмотрите внимательно. Нет, на свечной анализ нельзя переключить, потому что я не торгую на свечной анализ. Бары всегда более понятны, чем свечной анализ. То есть что у нас получается? Если видите, я вам математически объясняю, да? Не просто на пальцах, да? Как кто-то говорит. Это плохо. Я вам объясняю математически. Если вы находитесь далеко от уровня, вы можете не вписаться в АТА. Что это значит? Смотрите внимательно. Это значит, что когда вы заходите, например, в какую-то любую точку, например, вверх или вниз, вы должны понимать, что у вас всегда останется минимум соотношения 3 к 1. Минимум. Если у вас очень большие стопы, то вам будет очень тяжело забирать теги. Вот это и есть очень большая проблема. Вот примеры сценариев на американском рынке. Так? Вот здесь видите, человек полностью описывает то состояние, что он будет делать. У этого человека должны абсолютно отсутствовать эмоции. Что происходит с вами? Ну, домашку можно пробовать делать. Вот ответ один по поводу маркетинга. Как они будут делать домашку без ТС? Домашку можно делать без торговой системы. Нужно просто понимать, что вы делаете. А торговую систему потом выстраивать относительно того, ну, то, что вы делаете. Вот смотрите, я вам просто показываю. Это пример домашки. Когда вы делаете домашнее задание и торгуете, вы убираете человеческий фактор. Например, вот у вас, смотрите, стоит цифра 527. То есть 527 – это уровень. И дальше вы себе описываете почему. Вы уходите от человеческого фактора и пытаетесь именно прийти к тем картинкам элементарным, да, которые вы понимаете. То есть здесь понятно. Вот человек будет сидеть и ждать вот своей точки входа до тех пор, пока мы не подойдем к этой точке входа и не пойдем вниз. То есть вот пока до 527, видите, текущая цена 548, пока до 527 мы не дойдем, да, этот человек не будет дальше брать вообще эту акцию. Идем дальше. Смотрите внимательно. Apple – это старая картинка. А еще до этого вот, до сплита. Посмотрите внимательно. Видите, здесь торгуется LP-long. И человек объясняет почему. То есть ложный пробой. LP – это ложный пробой. То есть вот он определил этот уровень. Видите, уровень абсолютно хороший. И дальше себе описывает, почему он будет торговать ложным пробой. Почему в этом инструменте возможен ложный пробой. Видите, инструмент очень много прошел. С 320, например, там до 220. Это получается 35%. Очень быстро подходят. Далее ретест. И мы понимаем, что этот уровень будут останавливать. Вот это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. Теперь давайте я просто вам попытаюсь на пальцах объяснить для того, чтобы делать умозаключение, о котором вы сейчас не понимаете. Итак, смотрите внимательно. Первое. Домашка. Полностью описанная домашка. Что делаем, когда покупаем, когда выходим, почему выходим, зачем выходим. Прямо вот тут. Вот такие бумажки. Видите, когда бывают плохие дни. Видите. Вот. Я могу своим студентам вот такую вот хрень нарисовать. Или когда там хорошие дни, не могу сердечко нарисовать. Вот смотрите. Видите. Сейчас я вам покажу. У меня все заранее готово. Видите. US закрыта. Будьте осторожны. То есть, что я делаю. Я убираю полностью человеческий фактор. Я понимаю одну вещь, что только я начинаю торговать с рынка. То есть, как только я буду торговать то, что я не понимаю, я потеряю деньги. И очень важно, очень важно именно это учиться базовым вещам. Вот как делать домашку, где проводить уровни, как правильно понимать направление. Для этого я и делаю все вот эти видео. Как только вы начнете, по сути делать нормальный сценарий, мой совет один. Вот просто недели две или даже может месяц не торгуйте. Просто не торгуйте. Вот это очень важный фактор. Две недели просто, когда поделаете домашку, посмотрите, как ведут себя инструменты. Как идет той или иной инструмент. То есть, как они идут, что они сделали. Просто выписывайте себе идеи, которые вы так или иначе понимаете. Вот это очень важный фактор. Это понимать, в какую сторону пойдет инструмент. Когда у вас будет уровень, когда у вас будет направление движения инструмента, вот тогда вы можете пробовать различные точки входа. Смотрите, что и с чем у вас происходит большая проблема. Вы садитесь торговать, сразу идут такие-то большие цифры. Вы сразу там много покупаете. Вы сразу хотите купить все и сразу. Такого не бывает. Поэтому задача номер один. Домашка, сценарий, направление, точка входа, стоп. Вот это самое главное.